Купила вчера себе такие тюльпанчики, представляете, они были полностью закрыты, а сегодня всё, раскрылись. Интересно, как долго они простоят? Что-то такое ощущение, что вряд ли долю с трёх дней, но мы проверим. Всем привет, ребята! Это наш новый влог. Я сейчас иду на почту отправлять Авито. Продала пару вещей. На самом деле, больше всего хочу выставить на продажу, но это всё постепенно, я думаю. Продаю ещё свою подушку с куроми, которая, конечно, в идеальном состоянии, которую я люблю, которая, ну, просто мне надоела. И всё. Вот и она. Просто головка куроми. Мягчайшая. Она просто мягчайшая. На ней, я думаю, как будет приятно лежать, так и просто использовать её, не знаю, в декоре интерьера. Собственно, для этого я её использовала, оставила здесь на полочке. Но, я думаю, время пришло с ней попрощаться. Бай-бай, как говорится. Вообще, кстати, Авито и люблю, и ненавижу, можно сказать, потому что, с одной стороны, это удобно отправлять вот так вот Авито доставкой и заказы. Ну, это удобно только с точки зрения, если человек заберёт, потому что, если он её не забирает, она возвращается обратно. И я иду за ней обратно. У меня ограниченное количество дней на это, чтобы забрать обратно. Её потом её могут утилизировать, да. Да, я её забираю. Соответственно, трачу опять на это время. То есть, я тратила время на отправку, на то, чтобы сходить обратно забрать. И денег при этом не получает ни хрена продавец. Я считаю, что это с точки зрения, ну, не знаю, уважения, что ли, какого-то. Это не очень, потому что... Ладно, бывает такое, что человек не забрал посылку, ну, может, что-то ему не подошло, он там вскрыл, ему показалось, что-то не то, отправил обратно. Ладно, всякое бывает. Но мне кажется, что логичнее было бы, если бы Авито тогда, тогда удерживал хотя бы деньги за справку, которую платит покупатель. Это может быть там 150 рублей, это может быть 300 рублей. Там уже по-разному это может быть. То есть, разная стоимость, естественно. Я стоимость не вижу, которую платит за посылку покупатель. Я её не вижу. То есть, для меня это сумма загадка, конечно, но вряд ли дороже 300 рублей обычно. И вот если бы, допустим, человек отправлял посылку обратно покупателю, и если бы деньги за отправку удерживались и поступали продавцу, мне кажется, было бы намного честнее. Да, вот это было бы честнее. Пусть это какие-то копеечки, но они бы ушли с вычетом, естественно, там, какого-то процента Авито, они бы уходили продавцу. Потому что продавец остаётся вообще ни с чем. Он потратил время туда, потратил время обратно. И спасибо ещё, если никто не подменил эту посылку или не испортил там в ней, да, потому что 100% случаев бывают абсолютно разные. И, как бы, продавец остаётся ни с чем. А человек просто сходил на почту, такой пример, он мне не подошёл, а пришло обратно. И всё, и деньги свои сэкономил, и за доставку ему, то, что он удержанно был Авито, то, что он должен был заплатить из своего кармана, тоже ему всё вернулось. А продавец такой. Ну, то есть, вот эта политика мне непонятна вообще. И мне тут недавно потеряли, значит, мою посылку, которую девушка не забрала, её послали обратно. И на моём почтовом отделении нет, на почтовом отделении в центре города её нет. Короче, подали сейчас на неё в розыск, на каких-то архивах, короче, жесть. И человек мне ни разу не отвечал. А вот когда пришла ей посылка, я говорю, я пишу примерно через 2-3 дня, если посылка пришла к человеку, я напоминаю, ну мало ли забыли, мало ли оповещение не приходило Авито. Я говорю, посылочка вас типа ждёт. Она прочитала, не ответила. Потом остаётся до хранения, до окончания срока хранения, остаётся там что-то 2 дня. Я пишу, осталось 2 дня, и посылку посылают мне обратно. Она опять прочитала, опять мне не ответила. Ладно. Посылку посылают мне обратно, и, короче, её нигде нет. И я девушке ещё пишу, что посылку, судя по всему, потеряли. Она прочитала, и снова не отвечала. Так хочется накатать отзыв, если честно, кому покупателю плохой отзыв хочется накатать. Но я этого сделать не могу, потому что у нас, смотрите, у нас с ней нет переписки, потому что она мне ни разу не отвечала. Если бы она мне хотя бы раз ответила, я бы могла уже написать о ней отзыв. А она такая типа, ну, я сомневаюсь, что это специально, конечно, было сделано. Ну, короче, из-за того, что у нас не было переписки с её стороны в мою сторону, я не могу оставить ей отзыв. Это, во-первых. А во-вторых, я бы могла, конечно, ставить отзыв на неё, как на покупателя, через какой-то другой товар, который она продаёт, но она ничего не продаёт. И получается, что человек просто такой сидит, и всё. Я в итоге бегаю, и посылка моя непонятно где. Короче, вот такие дела, ребята. И я сказала, главное, и люблю, и ненавижу Авито, да, рассказала всего лишь о том, что я ненавижу. Ладно, на самом деле, почему я люблю Авито, это потому что там просто колоссальное какое-то количество товаров на любой вкус. Вот если вы что-то увлекаетесь, коллекционируете, что-то вам очень сильно нравится, какие-то редкости можно найти, это прямо там есть всё. Перекупщики какой-то косметики там из-за рубежа, брендов и так далее, это там всё есть. Вот в этом плане это просто шикарное место, и очень много вариантов доставки, естественно. Очень-очень удобно. Вот это просто супер. Ну и то, что, естественно, да, продавать свои вещи, там тоже классно. Понятное дело, что я смотрю со стороны, что я блогер, да, и мне, у меня больше шанс продать вещи по факту, да, потому что я публичный какой-никакой человек, и у меня люди как бы, ну, посещают мою страницу лучше, да. Вот, но в целом на Авито прям продажи супер. Если отбросить вот такие противные случаи с плохими покупателями, по-другому я не назову. Но, тем не менее, подушку я пошла отправлять. Пока, курови. Короче, хочу приготовить салат с креветками, с тыквой. Будет тёплый салат, он там будет с зеленью. Сейчас вот дозаказываем ингредиенты, и буду потихонечку готовить. Сегодня суббота, такое голубое небо, прям вообще ядрён батон. Но, когда мы встали, было очень пасмурно, поэтому погода прям быстро разгулялась. Ну что ж, ребят, вот и ингредиенты, которые понадобятся для приготовления салата с креветками, с тыквой, с рукколой. Итак, конечно же, креветки я взяла очищенные, намного удобнее готовить именно такие. А тыкву взяли вот такую нарезанную, быстро замороженную, она уже идёт кубиком, я сейчас её раскрыла, и поставила в духовку, чтобы она разогревалась на 190 градусов, сейчас она прогреется, тыкву будем запекать. Конечно, её можно пожарить и на сковородке, но, мне кажется, это будет не настолько вкусно, что ли. Руккола, либо другая, любая другая листовая зелень. Ещё понадобится лимон, сок лимона, 1-2 зубчика чесночка, помидорки черри. Помидорки черри, кстати, в найденном рецепте их на самом деле нет, это я уже решила добавить, потому что, мне кажется, они здесь будут очень классно звучать. Перец чили молотый, также молотый имбирь, хотя, мне кажется, можно взять, в принципе, даже на тёртый корень. Белый кунжут, это для подачи, оливковое масло и соевый соус, всё. Итак, для начала нужно пожарить креветочки, я делаю это на оливковом масле, перемешиваем их постоянно, ждём, когда начнут белеть. Также запечём тыковку, это делаю тоже на оливковом масле, да, вот удобно так с кусочками, Фифи наблюдает, ждёт, когда ей что-то перепадёт. Ставлю тыкву пока что запекать, добавила, кстати, немного приправ. К креветкам добавляю чеснок, соевый соус, также поливаю лимонным соком, прям выжимаю из лимончика, немножечко молотого имбиря, какой аромат, боже, ребята. Перец чили тоже молотый, не переборщите, я беру прямо корточку. Ну и пока что вываливаю зелень в мисочку, естественно, режу помидорки черри, которые добавляю туда же. Кстати, руккола уже промыта, если вдруг кто-то будет спрашивать, чему я сразу из пакета посыплю уже в салатник. Все ингредиенты кладём в мисочку, всё перемешиваем, заправляем оливковым маслом и всё. Вот и готов наш салатик, ребята, вот такой он наливной получился. В принципе, я думаю, он может читаться довольно-таки ппшным. Конечно, тыковка, некоторые кусочки у меня как-то подразвалились, такие стали мягкие. Я добавила только, которые более упругие, вот. А так хотела добавить, конечно, всю упаковку, но не получилось, не срослось, как говорится. Вот такой весенний салат. Мы садимся с Валерой обедать. Я продублирую рецептик в описании этого видео. Ребята, то чувство, когда купила, видите, новых отёжек, а такое ощущение, что они вообще ненадолго. Да, Витя? Вот надели новую с крокодильчиками. Купила ещё открытых несколько, но там надо бирочки срезать. Вот эта я смогла отпороть, вчера вечером постирала, а других ещё не смогла. Уже они не шли просто так. Здесь надо ножницами, короче, срезать. Вот такие ещё купила. Здесь как будто бы в цветочек. На самом деле это лев и тигрёнок. И вот такой с легемотиками ещё. Ещё два коротких сушица в ванной. А вот эти штанишки я достала, это подписчица присылала. Вот такие прикольные. Тюшка, ну как у тебя день-то начался? Всё устраивает вообще, да? Скажи, меня покормили? Мне переодели. От ножа в штанах избавили, да, Витя? Скажи, всё ещё супер просто. Только скоро я уже зановлю и снова захочу спать. Иди по всему, да? Ой, какой! Давай! Я говорю, только перевернула его, сейчас снова опять повернётся. Всё, как тело не слушается, просто. Да, тюнька? Вот так вот. Всё, поехали. Вот так вот рука бывает снизу заминается. Вторая. Ведь доставай ручонку-то. Давай, 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 давай. Всё, под себя замял. Давай. Вот так. Молодец. Витя, ползи к камере. Как Валера говорит, ползи, червячок, ползи, червячок. Видите, почему тебе нравится, когда гусь на тебя падает? Расскажи всем, почему тебе это нравится. Мы с Валерой решили, что эти гуси, это семечки от Мартина. Там гусь же изображённый, короче. Мартин и Мартин Джуниор, или как это сказано? Да. Ты маленький. Витя, подрастёшь, когда будем семечки грызть, и прикинь, это тот самый гусь. Семечки тебе принесёт, Мартин. Это просто чисто такая нативная реклама. Семечек от Мартина получается. Ну, а что сделать, если у них действительно самые вкусные семки, особенно тыквенные? Отборные. Крылышками машет, крылышками машет. О, нет, нет, я сейчас выпаду, видите, я не могу так долго в воздухе находиться. Нет. Так, завтрак от Валерия Леонидовича. Авокадо, тостики, скрэмбл. Второй кофеёк пошёл. И если влезет, зачепушили ещё и салатик. Всё, Витю уложила, потому что стал капризным. Ну, логично, он бодрствует два с лишним часа, поэтому всё. Вот так у нас выглядит стол по утрам, ребята. Когда мы завтракаем, это всё время такая куча мала, короче, из игрушек каких-то. Тут у меня с обзора ещё всякие штуки лежат. Всякие приправы, салфетки, ноутбук. Хотя, когда мы приходим на кухню с утра, обычно стол такой минималистичный, пустой. Ненадолго. А потом вот такое происходит. Ну, мне кажется, это нормально, когда маленький ребёнок в семье. Вот такое это норма. Ещё, ребята, я купила вот такие тарелочки. Если что, брала в Ашан. И одна тарелка что-то прям вообще там халявно стоила. Мне кажется, ну, 200 рублей максимум, а то и меньше, мне даже кажется. Мне кажется, эти тарелочки будут классные для... Ну, типа вот наложить, например, салатик или, например, паста. Здесь у вас немного салатика или там какой-то гарнир, да. Какое-нибудь мясо там с салатом и так далее. И они такие углублённые, но не прям уж очень. Короче, мне прям понравились. Они такие не идеально белые. Какие-то вот, даже не знаю, молочный. Наверное, молочный цвет. Я пока что решила накраситься. Сейчас, знаете, жонглирую тушами, можно сказать. Каждый день какую-то новую пробую. Либо просто разными крашусь, которые у меня есть. Я наконец-то заказала вот эту тушь, которая очень многими любима. Это L'Oreal Telescope. Ей в обед 100 лет. Ну, то есть она существует уже очень давно. Я до неё только ещё дарвалась, скажем так. И вот тестирую. Здесь вот всего лишь один слой на ресничках. Ну, смотрите, выглядит супер. Но заметила, если реснички красить её прямо бегло, так тык-тык-тык-тык-тык, то они уже слипаются. И можно сделать грязными, слипшимися и такими. Ну, не очень, короче, классно это будет смотреться. А если прям медленно вести, то, по-моему, идеально прокрашивает. Сейчас ещё сделаю наслоение на самых-самых кончиках. И прокрашу нижние реснички, и всё. Брови буду заполнять вот этим наборчиком. От Benefit Full Proof Brow Powder. Так называется. Здесь два оттенка. Якобы какой идёт на кончик брови, который идёт к основанию. Но я использую только вот который на кончик. Я использую его на всю бровь. Просто на кончик плотнее наношу, а к основанию такие делаю, ну, как бы волоски. Опять же повторюсь, я с бровями взаимодействовать нормально не умею. Вообще. Ни формы придавать, ни красить их нормально, ни укладывать. У меня с бровями вот прям такая интересная история. Всё никак не приноровлюсь. Напишите, как вы укладываете свои брови, что вообще с ними делаете. Заполняете их карандашом, может быть, специальной помадкой, тенями для бровей. Либо просто ничего не делаете, укладываете прозрачным гелем или цветным гелем, может быть, тинтом дорисовываете волоски. Либо просто красите краской и ходите, пока она не смоется заново, потом обновляете, красите. Короче, очень интересно, какой у вас подход к вашим бровям постоянной, которые вот вами уже проверены, и вы и так привыкли. Интересно будет почитать. Немного переборщила я хайлайтером. Ой, мне периодически пишут в комментариях, Наташа, у тебя кончик носа. Наташа, по-моему, чересчур блестит. Дилан, кончик носа, мне нравится, когда он чересчур блестит. А вот когда над губой переборщует, это порой смотрится странно. Но я еще, в принципе, не накрасила губы, и в целом у меня макияж не доделан. Сейчас доделаю его и поеду работать в кофейню. Утро следующего дня. Завтрак от Валерия Леонидовича. С 8 марта меня поздравил муж. Спасибо большое, Валера. Пожалуйста. Вот такой у него арт. Размазанная, но... Слушай, мне кажется, можно сделать фишкой каждого влога. Сейчас это новое эгг-арт творение от Валерия Леонидовича. Это уже второе будет в точке. Сейчас поздравление с 8 марта. Вот такое. А что, увлекся, судя по всему, да? Ну, конечно, не хотим. Красота. Ребят, сходила на маникюр в первый раз после родов. Как все делала такие легкие нюдовые кофейные ноготочки. Вот, мы с Валерией сидим уже в кабуке. Да, такой латте оттенок. Сидимка в кабуке, решили обедать. Валер тоже цитосит. Прогатого. Тюльпанчики уже здесь. Какой-то сорт не самый обычный, что-то назвать. Вот такие, ребят, смотрите, тюльпанчики. Симпотные прямо. Фиолетово-розовые. Сначала хотели с Валерой, кстати, пойти в Чико, но что-то не понял, открыто там или не открыто, но я еще не понял, проходила как будто открыто. Но решили по классике. А по классике это в кабуке. Но мы здесь не были действительно 100 лет. Я же год-два. Ой, мне кажется, больше. Да, больше двух лет мы здесь не были. Раньше постоянно ходили. Но здесь, наверное, самые дорогие роллы. В принципе, во Владимире у нас. А еще Валер такой. Ну, мы уже заказали, все. Все, Валер такой, из-под стола. Хопа. Достает, значит. Что-то очень маленькое и легенькое. Я просто, ну, без понятия, у меня не малейшая идея. Но я предположила, может, какой-нибудь милый плоский пауэрбанк такой, а-ля девчачий. Я близка? Ну, что, давай вскрывай, что я все думаю, я тебе дадаю. Ну, что же. Это очень легкая. Это очень легенькое что-то. Пауэрбанк, девчачий пауэрбанк. Девчачий, но не пауэрбанк. Чехольчик красивый на айфон. Потому что мы договаривались с Валерой особо не... Ну, как? Ты кто договаривалась? Это ты себе что-то там придумала в голове? Ой, айфонок, сосарайся. Ну, стопудово. Чехольчик. Потому что айфон, я себе сама. Сама. С Хэллоу Китти. Сейчас, сейчас, сейчас. Где такой фэшок? Ну-ка, сними его отдельный сторис. Чехол с Хэллоу Китти, где плавают блестки, бантики и головки Хэллоу Китти. Вот так и посмотрите. Ребята. Так. Я что-то не понимаю, что происходит. Вот, яра. Вот же. Ты еще что-то достала с подсалатом. Еще один чехольчик. Да, еще один чехольчик. Снимать сразу для влога и для сторис не очень удобно. Но факт в том, что только я распаковала подарок, Валера такой. Проготовил следующий. Это основной. Да, это основной. Я примерно догадываюсь, что это может быть. Учитывая, что это такой длинный. Это будет нужная вещица. Потому что ты сказал, что хочешь идти в спортзал. Тебе это там понадобится. Ага. Часы? Кажись, да? Не знаю, что это. Только именно в спортзале понадобится, да? Или еще где? Я вот в спортзале понадобится. Ну все, ребят, мы с вами, по-моему, догадались, что это. Ну, ты сначала вскрой, а потом будем говорить. Ты как-нибудь еще карту вскроешь. Заранее. Да, на самом деле, вот эти часы, которые Наташа мне подарила, я не знаю, еще, наверное, в восемнадцатом году, это самый практичный подарок, как оказалось. Они прям каждый день пригождаются. Ну, в основном, да, в спортзале я вот всякие тренировочки ставлю, там, на пульс смотрю и все такое. Привет, ребят. Здесь розовенький ремешок. Не только ремешок. Они все розовенькие, что ли? Я даже не знала, что такие есть. Я их особо не интересовалась никогда. Ходи с Валерой прогуляться. Все, я теперь тоже с часами. Теперь замучаешься заряжать. Все, сейчас я их распакую. Это 45-е, а это 41-е. Slow battery. Походу, мы их сейчас не включим. Вот такой у Валера, говорит, ремешок сейчас хеллоу кейс тебе заказал. Потому что, мне кажется, это большой будет у Наташи на руку. Ты на последнюю застегнула? Да. Ну что, слетают? Ну, великоватно все равно нормально. Короче, да, для ремешок я не зря, знаешь, сказал. Все, ребят, вот такой 8-й амортик. Вот эти цветы, которые мне вчера Валера подарила, поставили на столе. У нас, правда, ваза занята другими тюльпанами, которые я себе покупала. Поэтому пришлось поставить просто в кружку. Начинают они потихоньку распускаться, и внутри они должны якобы быть какие-то ажурные. Но я вот сейчас заглядываю, я не вижу-то. А, ну там, наверное, не сами лепесточки ажурные, а сердцевинка, скорее всего. Мне, кстати, тюльпаны нравятся больше, когда они вообще еще не распущены. Не знаю почему. Вот когда они именно закрытые бутоны, такие плотные, у меня прямо аж... Ух! Я на них очень залипаю. Раскрываются тоже красивые, конечно, бесспорно. Но если выбирать, как бы закрытый бутончик или открытый, то закрытые у меня прямо манят намного сильнее. Да, я уже хожу в обновочки. Все, часики на мне. И я поставила на заставку здесь... Не знаю, будет ли вам сейчас видно, сейчас поближе сниму. Все, на заставочке у меня идет Лондон в таймлапсе. Из всех заставок, которые я перелистала, я решила остановиться именно на этой. Ну, логично, логично. На самом деле, там есть с Микки Маусом, со Снупи, еще всякие разные прикольные. Ну, вот мне как-то понравилось. Старный снег, чтобы он не подозревал, что снимается. Подозреваешь, что сейчас будет вкусно и питательно. А? О, мячил? Литенька. Вот она. Вот она. А, питательная бутылочка. А, вот в крышку просто. Витя, это она. Давай снимем крышечку. Питательная бутылочка. Держи сам. Нинтошка не так, но почти что, почти что, Витя. Куда она? Вот она. Короче, у Витя сейчас, наверное, предпоследний. Перед ночным сон. Валера там сейчас с ним. Ну как, Витя уже уснул. Валера тоже еще подремать. А мне захотелось, как в каких-то мемах, пожить для себя. Пожелать. Вот я, конечно, образно. Это мне такой мем попадалось. Там такая собачка сидит. Знаете, все, ну, прям сплющенное. Такой отек, шаг будет паникакующий. И написано. Это я с утра с ребенком, когда с вечера решила пожить для себя, когда он уснул. Что-то такое, короче. Ну, в общем, да, Валера, Олегу подремать. Я захотела немного по себе почитать и порисовать на планшете. Я этого не делала уже очень давно. Достала планшет. Нашла очень прикольные такие трафареты на Пинтерест. About Me называется. И там некоторые его распечатывают, раскрашивают фломастерами или красками. А некоторые в графическом планшете зарисовывают. Я вот хочу попробовать на планшете. Правда, я настолько давно уже там не ковырялась, ничего не делала в планшете, что сейчас будет у меня, знаете, все как в первый-в первый самый раз. Вот. А книжку я читала. И мне кажется, что я сегодня дочитаю. Это вот эту. Называется «Идеальная любовь неидеальных моментов». На Грете смотрю. Мне надо дверь в комнату открыть. На пеленочку. Вот такую, в общем, книжку сейчас читаю. Она читается максимально быстро, потому что вся книга разбита на такие, как бы, абзацы. Типа части. Вот видите? На маленькие такие короткие микро статьи. С какими-то фактами, приободряющими там текстами. Текстами, текстами. Ну, в общем, мы поняли. И вот я сейчас здесь. Мне кажется, что это можно прочитать за несколько подходов к кормлению Вити. Вот то, что я сейчас вам показала. Это я прочитала за два кормления, наверное. Ну, книжка неплохая вообще. В принципе, такая мягкая. Отчасти вдохновляющая. Но я бы не сказала, что что-то особенное. Но всё-таки мысли здесь изложены классные. Но, да. Не что-то такое. Вот прям что-то, что вы вот узнаете. Если особенно вы занимаетесь психологом или близки к психотерапии. Там знаете, что и как. Там всякие азы, да. У вас есть. То, в принципе, ничего новенького. Отсюда, я думаю, вы не узнаете вообще. Если ни разу не занимались психологом и далеки вообще от этого-то всего, то, возможно, воодушевит она гораздо сильнее. Но для меня она такая, как вот просто лёгкое чтение. Как какое-то напоминание того, что, в принципе, я и так знала. Или до чего я так и так догадывалась. Продолжение следует.